Друзья, привет всем! С вами Ирокез и вам интересно, как играет чемпион мира по PUBG Mobile. Ну что ж, давайте посмотрим. Это игрок команды Nova с ником Paraboy, который на ближайшем главном турнире по мобильному PUBG со своей командой занял первое место. И давайте же глянем, что вообще умеет этот парень, но вы очень сильно удивитесь, потому что играет он, скажем так, необычно. Поэтому, друзья, по-любому будет интересно, так что располагайтесь поудобнее, приготовьте вкусняшки. Просто напоминаю, что этому видео можно поставить лайк, тогда ты, дружище, меня поддержишь и также можешь подписаться на канал. Мне не так уж много осталось до 400 тысяч подписчиков и только с твоей помощью, дружище, я добьюсь этой цифры. Поэтому подпишись прямо сейчас, помоги мне, буду очень признателен. Ну а мы погнали! Друзья, наконец-таки карантин начинает ослабевать, открываются различные заведения, появляются даже какие-то спортивные мероприятия. Ну и к этим событиям мои партнеры из компании 1x сделали немалое количество различных событий и игр, которые помогут вам отлично провести время, ну и если повезет, поднять свой кэш. А по промокоду Ирокес и ссылке, которую вы найдете в закрепе, вы получите крутейший бонус до 100 евро к первому депозиту. Всем удачи и спасибо! Первая катка начинается довольно интересно с топ 37 и при этом у парабоя 4 фрага. И что самое вообще интересное, я поштудировал, скажем так, его канал, посмотрел и прям какого-то, скажем так, нереального количества фрагов, каких-то бешенейших рекордов и прочего у него не имеется. Но, тем не менее, человек победил на чемпионате мира против лучших игроков галактики, игроков вселенной на турнире. Это совершенно все иначе, игры там куда более серьезные, чем на паблике. Это вообще, естественно, совершенно другой мир. И поэтому как бы в скеле этого чувака сомневаться не приходится. Но по движениям, по всему он как-то выглядит, я даже не знаю, странно что ли. То есть, если бы со стороны посмотреть за этим парнем, то я думаю, многие бы из вас сказали, что... Ну, не зная, да, что это чемпион, сказали бы, что это просто какой-то, ну, может, не знаю, новичок или еще что-то. Ну, вот сами сейчас посмотрите, увидите. Здесь пока что все довольно стандартно. Забегают с гранатами в хатку. И, понятное дело, что сейчас будут прорашивать. Здесь понимает, где находится чел. Гляньте, насколько четко он прочитал его мувы и понял, что здесь его нужно как раз-таки искать. И спокойно забирает себе шестой фражек. Вы скажете, немного? Да, немного. Но, может быть, он играет здесь на каком-то более высоком звании. Может быть, это какие-то аналоги завоевателей. Я, к сожалению, не могу ничего понять, потому что, сами видите, это такой вот китайский клиент PUBG Mobile. Тут все в каких-то иероглифах. Ну, будем думать, что соперники у него действительно какие-то супер жесткие, супер серьезные. Кстати, играет не сквады. Я так понимаю, что это дуо режим. Не вовремя разыграл гранатку. Здесь, да, соперники выходят сами. Гляньте, агрессивно простреливают по парабоу. Очень больно дают ему. Понимает, что можно сейчас как-то отлететь. И поэтому, естественно, прячется, отхиливается. Но там тиммейт разобрался. Все с ним хорошо. Все с ним нормально. Но, тем не менее, это было довольно-таки опасно. И чуваки, гляньте, агрессируют. Хотя не без ботов. Вот он, он какой-то просто бежал. Парабой моментально стирает его с ДПшки и 4Х прицела. Просто вот в нулину. Ну, понятное дело, еще бы он с ботами церемонился. Ну, нормально. В принципе, и дальше катаются. Топ-27 убийств. Я думаю, такими результатами никого из вас не удивишь. Но вполне вероятно, повторюсь, что это действительно какое-то более-менее нормальное звание. Здесь, как турелька, стреляет с пассажирского сидения. Наваливает по чувакам. Кстати, по-моему, пока еще не было ни единого попадания по именно соперникам. Машина-то уже дымится. Да, тут никто и не спорит. Здесь пошло. Нет, и просто не было маркировки. Их не очень видно. Может быть, это из-за цензуры китайской. Может быть, еще какая-то темка. Потому что, если вы вдруг не знаете, то в таких вот странах очень высокая цензура к играм. Там нельзя показывать кровь. Нельзя показывать какие-то еще вещи. Огонь даже заменен там что-то на дым или на что-то такое. Или на газ. Ну, короче, вот там вот, видите, это так сверкает такая плюшечка. То есть, я привык замечать кровь и видеть маркировки на прицеле. Но вот здесь вот такая сверкает, что вы молодец. Вспышечка. Что вот ты попал. Красавчик. Ну, вот так. Что поделать. Здесь нокнул одного игрока, второго. Я так и не понял, добил соперник или нет. Сам парабой аккуратненько вычекивает. Замечает первого врага. Настреливает по нему с ДПшки. Нормально настрелял. Все очень четко. Также понимает, что соперник где-то находится в смоках. Пытается его просветить. Не получается это сделать. Ну, и пока все равно. Нормально, хорошо, в его пользу. Поскольку соперники не имеют инициативы. Чел вынужден отъезжать. Вот тут вот как раз-таки по тачке попадает. Очень хорошо. Замечает этого типа, который пытается перетянуться в кемп. Но не хватает ему урона для того, чтобы его добить. Дает информацию своему тиммейту. Говорит, сунь хрен в чай. Но этот пока не понял. Говорит, что это? Это по-китайски? Он говорит, да не, не совсем. Нормально. Ну, и здесь забирает еще одного чела с ДПшечки. Кстати, очень круто стреляет с этого гана. Обратите внимание, какое большое количество патронов с собой носит. Интересно, это вообще зачем так много? Но мы видим, что на ДПхе он использовал практически все. То есть, стреляет действительно немало. И обратите внимание, никуда не торопится. Никуда не бежит, не рашит. Занял позицию, с нее стреляет. А вот тиммейт, как только поехал что-то разбираться, заниматься какой-то фигней, то сразу же отлетел и сразу же появились проблемы. Дает информацию о том, что на скале находится чел. Парабой берет угол на этого типа. Как-то перебегает. Вот постоянно вправо-влево мансит для того, чтобы в него было тяжелее попасть еще к какому-то рандомному челу. Может быть, подсуетится сейчас под войну. Ну и здесь просто уже нарожен. Выходит на соперника. Видать, есть какая-то информация. Прокидывает смог неправильно. Нижним броском, а не верхним. Ну, видать, что-то как-то слишком быстро все нажал и даже этого не заметил. Напоминает нам о том, что можно ставить лайк и подписываться на видео. Спасибо, напоминание. Я вот, например, все прекрасно помню и знаю. Ну и здесь пока что 12 фрагов. Топ-10 дается информация. Подъезжают они, видимо, к бережку. Идет какая-то прям тактическая темка. И парабой отлично настреливает по челу, который прямо их здесь ждал. Должен был встречать. Второй типа. Ты что, вообще не хочешь никак среагировать? Тут на вам на лицо приехали ребятки, а ты просто сидишь отдыхаешь. Ну, вот такой вот соперник оказался, который просто решил, что лежать гораздо выгоднее. И, ну, оказалось, что его ставка не сработала. Здесь, опять же, немножко подлутываются. Может быть, сейчас найдет себе семерок как раз таки. Да, вот ему не хватало их на ДПшечку. Теперь у него 500 патронов снова на 6 соперников, более чем. Прокидывает смоки и почему-то решают двигаться по воде. А почему они ходят по воде? А, не, мне аж показалось. Я думал, этот парень настолько преисполнился, что он уже бог PUBG Mobile и просто умеет ходить по воде. Это что-то жестковато, на мой взгляд. Ну, да ладно. Прокинуты смоки. Перетягиваются сквозь эти смоки еще и в воде для того, чтобы я не знаю что. Вот реально как-то это странно выглядит. Неужели плаваешь быстрее, чем бежишь? Вряд ли, мне кажется. Ну, может, чтобы их не видели. Не в курсе, если честно. Но, тем не менее, закрывают отлично соперников. Там еще замечают типа. Типа специально дает ему выйти из скал для того, чтобы этот чел как раз-таки не имел укрытия. И только потом его добивает. Кстати, отлично добил. Просто шикарнейше выполнил упреждение на ДПшечке и раскатал этого парня. Вообще не дав ему даже понять, что происходит. Торчит башка у этого парня, в который, похоже, как раз-таки по рабою попал. Очень четко в пиксель выверил и нормально так выдал с 4Х прицела. Но ДПшка у него прям хорошо летит. И обратите внимание, он даже не присаживается при стрельбе. Вот это тоже такой вопрос. Почему? Хочет сильнее компенсировать отдачу? Или наоборот? Вот есть такая темка. Сам недавно столкнулся в ПК-версии Пабга, что очень часто, ну, когда привыкаешь постоянно присаживаться при стрельбе, то потом, когда ты не можешь этого сделать, когда тебе там мешает скала какая-нибудь, или оконный проем, или еще какая-то фигня. Ой, как больно по рабою просадили. Вот. Как раз-таки, когда тебе все это мешает, то ты не можешь нормально стрелять стоя. Тебе не хватает вот этого. Ты привык сидя все время делать. И такое. Иногда приходится даже писать сидя из-за того, что не убиваешь соперника. Ну и здесь мы видим, что нормально. Восстановился БХП. Все, в принципе, хорошо. Но, тем не менее, очень больно просел. По рабою там что-то настреливают. Можно было бы поменять позицию. Ух ты, там ангел, что ли, взлетает какой-то сзади. Ляонь. Какая птица. Крылья какие-то огромные. Что у них? Что у них в этом китайском Пабмобале творится вообще? Я не понимаю, что они делают. Кстати, охрененная стрельба с ДПшки. Сейчас просто стер этого парня, дав ему 2 или 3 пуль в голову. Там не было понятно. Слишком дикая скорострельность. Но тут сейчас, вот благодаря такой стрельбе, походу, он и стал лучшим игроком в мире. Гляньте, как же жестко он стреляет. Просто чел, опять же, был близок к тому, чтобы удалить из этой игры моментально. Только высунулся, сразу же навелся. Я думаю, что люди, которые будут спектатить за ним, они по-любому скажут, что он читер. Блин, я реально не могу перестать обращать внимание на эту огроменную птицу с этими крыльями. Что это такое? Откуда она? Это... Может, я чего не знаю? Может, в Пабмобайл всегда так было? Ну, что-то офигеть. Вот это у них там декорации. Кровь нельзя, а вот такое вот у них, глянь, как можно и летает что-то. Я бы не смог, наверное, играть. Не, ну хотя, проведя столько часов в этой игре, сколько Пабмобайл, в принципе, наверное, смог бы. Потому что, ну а что? Уже, наверное, не обращаешь на такие вещи внимания. Здесь пока затягивается игра. 14 фрагов у Пабмобоя. 5 соперников находятся. И, похоже, все они как раз-таки в том кемпе. Сейчас самое, что неприятное, он с тиммейтом находится не в круге. И зона будет их выдавливать. Через минуту она пойдет. И нужно быть к этому готовым. Смоки нужны. Подбуститься нужно заранее. Замечает, похоже, какого-то соперника. Нет, бустись, кушай. Нормально все. Нет, замечает. Как торчит дуло. Вот здесь сейчас нужно было бы поймать этого типа. Идет какая-то перестрелка, видимо, между этими ребятками. Или же нет. Нет никакой перестрелки. Вот, да, пошло. Кого-то нокнули. И добили при том моментально. Ну и пошли какие-то смоки. Пошли какие-то темки. Может быть, под вот это все дело нужно было бы как раз-таки попытаться пройти через дымы самим. Потому что двигаться-то в круг рано или поздно придется. Да, тиммейт уже прокинул смоки. Красавчик. И пока что не перетягивается. Пока что просто выглядывают, смотрят. 20 секунд осталось. В принципе, бежать-то недалеко. Но там везде открытая местность. Я не знаю, вот там за дорогой, по-моему, есть какая-то ЛГшечка, за которой можно будет спрятаться и занять укрытие для того, чтобы уже нормально перестреливаться. Но пока что не торопятся с этими действиями. Пока что ждут ошибки от соперников. Рано или поздно враг может выйти. Что-то там напекать, начекать. Еще какую-то глупость, скажем так, сделать. И после этого уже можно будет перенимать инициативу. И похоже, что именно так и происходит. Как раз-таки стиммейт по рабою нокает игрока. Здесь он пытается в смоки прострелить. Не получается это сделать. Но, тем не менее, зона вот уже начинает поджимать. И только с ней они начинают идти. Даже по рабою еще отхватывает парочку плюх. Хотя у него есть, похоже, какой-то вариант джаммер пака. ПК-шного. Потому что у него сначала отнимается какое-то вот это вот нижнее хп. Именно поэтому они вообще не парились, видимо, из-за круга. Летит просто огромнейшее количество смоков. Это точно не лоу рейтинг, дорогие мои друзья. Таких баталий я не видел точно в обычных катках. Вот, согласитесь, здесь соперники, походу, гораздо-гораздо жестче. Прошло какое-то огромное дымовое завеса. Вы вообще хоть раз такое где-то видели. И при этом топ-1, 17-й фраг, забирает себе паробой. И это очень-очень жестко. Вызывают себе, что это, флэр-дроп, награду, какую-то подарочек. Идет какое-то огромное количество сообщений. Все кричат, пара, ууу, ты лучший, мои свои друзья. Я хочу от тебя детей, что-то вот такое. Тиммейт, кстати, 7 фрагов. Тоже молодец. Ну и действительно жесткий результат. Теперь давайте следующая катка. Начинается она с починок, где паробой уже сразу же выносит игроков. Кстати, обратите внимание, он не показывает совершенно моменты того, как он лутается, как он приземляется, как он еще что-то делает. Здесь только такие вот уже. Сразу, когда пошел экшен, сразу, когда пошло интересно. Кстати, глядите, какие охренительные у него скины. Как красиво выглядит и стильно этот парень. Просто одет, скажем так, с иголочки. Ну и здесь, опять же, 27 игроков живо. Всего лишь 3 фрага. Но мы видели, что игроки реально непростые. Я вот за все пересмотренные игры на пабликах, да, именно непрофессиональные. Профессиональные-то понятно. Но это-то они играют обычный матчмейкинг. Скорее всего, не помню вообще ни разу, чтобы была такая дуэль в конце. Чтобы люди настолько вот старались, прокидывали 200 смоков, занимали какие-то позиции. То есть, вот эти вот все смоки, это, ну, вот то, что было до этого. Это не только тиммейт парабоя. Сам парабой мы видели, что не кидал вообще дымы. Там половину точно накидывали еще. О, наконец-таки я вижу, что это за птица. Это какой-то летающий дракон. Ля, какой он огромный. И он так близко. А что будет, если по нему пострелять? Он, наверное, тебе жопу откусит. Наверное, где-то так. Ну, не стреляй, лучше по нему парабой. Не бойся. Ой-ой-ой-ой, как же неприятно сейчас. Не самый приятный момент. Его подловил соперник. И на анимации паркура забирает. Здесь тиммейт должен втащить. Выходит и действительно перестреливает в клоуз-файте. Красавчик. Жестко зарашил. Сам парабой там что-то агрессирует. Прогрессирует. Уже, по-моему, пошел кому-то лица разносить. Так вот он громко что-то сейчас говорит. Так с напором. Такое, как будто бы сейчас рейхстаг захватит. Не знаю, что. Но вот как-то так у него все это выглядит. Значит, зона у них, кстати, какая-то непонятная. Что-то красное вот тут вот. Что это вообще такое? Ну, я имею в виду не на мини-карте, а вот, в принципе, на карте какой-то красный оттенок. Не ясно, что это такое. Опять же, идеальная стрельба с ДПшкой. Короче, этому парню нельзя давать ДП-28. А то он всю карту с ней аннигилирует. И просто закрывает любого чувака, который находится там. Это очень-очень, если честно, странно и жестко. Но действительно стреляет бешено просто. Ну и здесь, замечая чуваков какие-то пиксели. Кстати, тоже обратите внимание. Ну, это опять же к разговору о том, что соперники-то непростые. Потому что не выбегают чуваки, не делают какую-то херню. Ну, как мы привыкли с вами видеть на лоу-рангах, чуваки реально пикаются в пиксели. Действительно пытаются что-то делать. Но за счет просто бешеннейшей, дикой стрельбы и за счет огромнейшего количества попаданий также отлетают без каких-либо инсинуаций. Но я думаю, что обычный игрок против вот таких вот пацанов тот же бы имел какие-то проблемы. Но пара боя. Обратите внимание, только заметил чела. Сразу же какая-то читерная, бешеная стрельба. Тут же ног, он моментально дает инфу тиммейту. Говорит, все, мы выходим. Подъезжают, перенимают инициативу к себе. Приезжают в правильный момент. Здесь турелька работает. И как раз-таки нокаут еще одного игрока. Второй, скорее всего, разрезался. Вот он он. Здорово, дружочек. Ты здесь спрятался? Не спрятался? Непонятно, какое-то большее количество игроков. Неужели это не дуо? Может быть. Но вот тут добили. Добился один чувак парабойский. И еще один фраг, который был просто на крыше. Еще замечает одного соперника. Только же настреляет по обоим. Сразу же там двое лежало. И обоих он закрывает. Я не понял, это за зоной или за красной какой-то фигней. Или вообще непонятно. Да, это зона. У него такой, видимо, режим цветовой слепоты. Что у него она не синяя, а красная. Заезжают туда. Опять же, по идее, что? Где? Ничего. Не понял. Урона нет. Ничего нет. Зачем тогда нужна эта красная перегородка? Ладно, непонятно. Здесь можно было бы прокинуть гранатки. Но неважно. Здесь тиммейт, если что, настреливает. Пытался парабой просто продавить этих чуваков в смоках. Которые там, естественно, резаются. Что-то делают. Но не получается. Вот здесь замечает игрока. Тут же идет краш в него. И парабой отлетает. Еще один ног. Но тиммейт, опять же, спасает его. Очень жестко, очень болезненно. Здесь добивает игрока. Нужно как раз, естественно, подрезаться. Прокидываются. Понятнейшее дело. Смоки. И, опять же, напоминает о каких-то вещах, о которых, я думаю, никто и не забивал. Не забывал. Ну да ладно, вы поняли. И вот все нормально. Все хорошо. Снова поднимает парабоя тиммейт. Но, гляньте, враги действительно огрызаются. И действительно очень неплохо настреливают. Притом вот нормально. За полсекунды где-то стер парабоя этот чел. Но здесь, естественно, последний тип ничего не может сделать. Обращают внимание на то, чтобы в спине никого не было. Парабой прочекивает. Замечает игрока. Сейчас, опять же, походу будет идеальнейшая стрельба с ДПшки. Нет, нет. Идеально не залетело. Немного не в ту сторону. Здесь 13 соперников. Точнее, 11 соперников осталось живо. Всего 13 игроков на карте. Парабой настреливает по баге для того, чтобы сломать ей колеса. Но, в принципе, это ничем хорошим не закончится. Потому что баги и без одного колеса вообще спокойно едет. Нужно ломать сразу же два. И при том на одной стороне. Иначе соперник спокойно будет перетягиваться на более-менее нормальной скорости. Да, не так круто, как обычно. Но все равно этого ему хватит для того, чтобы занять позицию в какой-то зоне. Хотя, не факт. Со стрельбой-парабоем, может быть, он его и вынесет. Но здесь пока что, опять же, 11 фрагов. Кто-то скажет мало. Я скажу вам, нихрена подобного. С этими соперниками, походу, это очень даже много. Но потому что, ну вы прикиньте, парабой, то есть, гордится этими катками. Он же их не просто так выкладывает. Это его лучшие игры. Это то, что вот он сам может нам продемонстрировать максимально круто, максимально кайфово. А раз чемпион мира гордится этими катками, значит, в них есть что-то такое. В них есть что-то интересное, что-то внутри. Что здесь все не так просто. Может быть, если бы мы зашли на эти сервера, то мы бы поняли, что вообще и как. Но остается только догадываться. Прогревает каешечку. Сейчас будет кидать ее непосредственно вот сюда в дымок. И будет ли это рабочим? Нет, ничего не происходит. Кстати, а взрывы, интересно, им можно показывать? Может быть, тогда взрыв заменяется, не знаю, китайским фейерверком. Таким пук-пук-пук-пук-пук. Вот и все хорошо, и все замечательно. И дракон вон тот вылазит из гранаты. Дракон классный, дракон просто охренительный. Я бы просто на него бы и смотрел. Парабой подползает. Ну, включил максимально киберспортивные тактики. Подползает к смоку, где разрезываются соперники. Пытается кого-то найти. Пока что не получается это сделать. Замечает этого чувака в спине. Простреливает его в смок. Даже вроде как неплохо получается. Но одного попадания, скорее всего, не хватило для того, чтобы забрать этого парня. Полностью прошивает смок. И да, это самое попадание залетает. Там еще что-то тиммейт разбирается. Пока что непонятно с кем. Похоже, что это сквады. Потому что явно больше, чем два соперника обычно находятся в одном месте. Но опять же, очень тяжело понять из-за иероглифов. Но, видимо, может быть, наконец-таки они начали играть дуо против сквадов. Парабой понимает, что где-то здесь должен находиться соперник. Пока что его не замечает. Но это временно еще видит в залике кого-то. Это, видимо, просто дроп. Хотел, может быть, взять эту коробочку. А может быть, оно ему и не надо. Ну и пока снова временное затишье. И снова четыре соперника на карте. Пока что неизвестно, где они находятся. Еще немного прочекивает. Решает зачем-то разогреть хаешку. Думает, может быть, тут кто-то лежит в ЛГшке. И он его просто не замечал. Взрыв все-таки есть. На китайский фейерверк. Пук-пук его не заменили. Здесь замечает все-таки игрока, который подошел в спину. Ты что, хотел крысануть? Что ты здесь делал? А как ты за этим деревом вообще оказался? Телепортировался? Кто тебя сюда привел? А ну, отвечай на все эти вопросы. А он не может ответить. Он мертвый. Ну ладно, ничего страшного. Здесь все равно парабой его моментально добивает. Просто идеальнейшая, опять же, стрельба. Похоже, что все-таки, дорогие мои друзья, решает тот, кто более дико и более бешено стреляет. Потому что вот этот парень реально наваливает как-то, ну, чересчур бешено как-то. Ну, так люди не играют, мне кажется. Потому что его стрельба с ДПшки на любое расстояние, она, если честно, меня, по крайней мере, очень сильно поражает. Здесь подъезжают кимпо по идее. Должны быть люди на данной позиции. Но, вроде как, они закрывали всех. Там вот еще видно смоки. Вполне вероятно, что тут кто-то будет. Парабой такой делает небольшой фальстар. Здесь еще дает по несколько пулик, и все пулики летят именно в цель данного соперника. Еще и тиммейт работает. Все хорошо. Остаются два в один. Осталось найти только этого пацанягу. И будет и отличный легкий топ. Кстати, тоже близко к 17 фрагам. Вот, если сейчас паровой его добьет, то будет как раз-таки семнашка. Если же нет, то, ну, тиммейту скажем, что он молодец. Ищет соперника. В теории он должен быть где-то здесь, поскольку была война. Были смоки, значит, что-то должно происходить. Парабой чекает вот этот тубзик. Но соперник оказывается где-то в правой точке. И третий нок, и его вообще невозможно поднять. И он ругается, кричит тиммейту, помоги, давай быстрее. Тиммейт выходит на этого парня. Должна быть инфа как раз-таки здесь. И это идет один в один. Там опять сообщения все в шоке. Как парабой мог проиграть обычному парню с матчмейкинга? Ну, вот как-то так. Он его просто не заметил. А тип моментально стер, моментально наказал. Цена ошибки здесь слишком высока. И мы видим, что тиммейт прокидывает что-то по пацану. Простреливает его очень больно. И похоже, это топ-1. Я что-то не понял. А что сразу следующая катка? Показывают что-то непонятное. МВП парабой. Да, это вот его ник. Ну, что-то... Видать, это топ-1. Я не до конца понял. Но гляньте. Обычный чел слил парабоя в топе. Если бы не тиммейт, то, может быть, даже выиграл. И представляете, как бы он этим гордился. Ну, что ж, друзья. Надеюсь, что данный видос вам понравился. Спасибо огромнейшее за просмотр. Как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, удачи. И, конечно же, до новых встреч. А следующее видео... Уже совсем скоро.